Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать красивый светящийся контур по краям объекта, подсвечивая его, когда игрок подходит ближе. Также настроим разные инстанции для нашего материала постпроцесс-компонента. Кроме того, я покажу, как с помощью линейной трассировки взаимодействовать с объектом. Прежде всего, нам понадобится материал для подсветки. У меня есть материал, который я сама сделала по урокам других людей, и я оставлю его для скачивания. Можете скачать или сделать свой самостоятельно. Давайте посмотрим на материал поближе. Это материал постпроцесса, в котором нам особенно интересны несколько параметров. Параметр ширины светящейся линии. Параметр порога. Не совсем понимаю, зачем он. Возможно, это четкость линии, но я им не пользуюсь. Далее, параметр минимального и максимального значения яркости. Минимальным я тоже не пользуюсь. Самые важные параметры – это максимальная яркость подсветки и, конечно же, ее цвет. Цвет будем менять в инстансах этого материала, задавая любой, какой нам понравится. По умолчанию он белый. Далее нам понадобится интерфейс. Создаем его, называем, например, BPI Interact Test. Открываем и называем функцию внутри него, например, Interact Start. Для взаимодействия с объектом с помощью Line Trace нам понадобится blueprint нашего игрока. Открываем его и создаем следующую функцию. Продолжение следует... Заходим в Project Settings, Engine Input и создаем событие взаимодействия на любую удобную для вас клавишу. После чего вызываем событие Interact, затем созданную функцию в ивент графе игрока. Указываем желаемую дистанцию, на которой будет осуществляться взаимодействие. Делаем проверку. Если объект существует в мире, и если имеет встроенный интерфейс, который мы создали, тогда вызовется событие взаимодействия. Создаем простой актер-блупринт. Это будет родительский блупринт для всех наших интерактивных предметов. Внутри него имеется только статик меш компонент. Я оставляю его пустым. В ивент графе создается ссылка на игрока. Она очень часто будет вам нужна. В настройках класса внедряем наш интерфейс и компилируем. Вытаскиваем событие ивент интеракт. Сейчас на него не вызывается ничего, кроме простого принт-стринга. Далее нажимаем на него правой кнопкой и создаем дочерний класс, в котором сделаем основную работу. Я рекомендую всегда создавать только один родительский блупринт и от него наследовать все нужные основные функции. Так гораздо лучше с точки зрения удобства и производительности. Открываем дочерний блупринт. Здесь есть наследованный статик меш объекта, две бокс коллизии, одна для взаимодействия, другая для подсветки. И компонент постпроцесса, который вы можете добавить, нажав на зеленую кнопочку Add Component. Затем выделяем его и набираем в поиске материал. Находим опцию выбора материала для постпроцесса. Добавляем элемент в массив и выбираем сам ассет, а именно наш материал подсветки. Также у постпроцесса должен быть отключен параметр Enable, а у статик меша отключен параметр Render Custom Depth. Мы будем включать их через блупринт. Важно установить нужные настройки коллизии. У меня меш игнорирует все, но блокирует игрока, чтобы мы не проходили через эти объекты. Бокс взаимодействия игнорирует все, кроме каналов, визибилити и камеры. Так как мое взаимодействие идет через Line Trace, эти параметры обязательно должны блокироваться, чтобы обеспечить столкновение луча с объектом. Кстати, можете обойтись вообще без бокса взаимодействия, включив блокирование визибилити и камеры в самой мэше, как вам будет удобнее. Бокс подсветки игнорирует все, но вызывает событие пересечения для игрока, которое мы настроим далее в блупринте. Посмотрим на Event Graph. Поскольку это дочерний блупринт, у него имеется наследованный интерфейс, который мы создали ранее, и событие Interact Start, которое вызовет старт логики взаимодействия конкретно для этого экземпляра. Далее нод Do Once вызывает срабатывание логики только один раз, после чего постпроцесс, если он активен, выключается и подсветка исчезает, чтобы показать тот факт, что взаимодействие осуществилось. Через 3 секунды вызывается ресет нода Do Once, и мы снова сможем взаимодействовать с объектом, печатая простую фразу. Либо вы можете сделать дестрой объекта, если, например, подбираете его. Далее, что происходит, когда мы пересекаем зону нашего бокс-триггера? Если пересекаем именно мы, игрок, а не кто-либо еще, логика идет дальше. Я делаю такую проверку, вы можете не делать, если она вам не нужна. Постпроцесс включается, и включается Render Custom Depth у нашей мэши, и только если два этих параметра активны, подсветку становится видно. Напоминаю, что по умолчанию они должны быть выключены. Далее, что происходит, когда мы заканчиваем пересечение? Если выходим из коллизии именно мы, тогда постпроцесс выключается. Например, если мы зашли и вышли без взаимодействия с объектом, подсветка все равно должна исчезнуть, а также выключится Render Custom Depth у мэша. Однако, это еще не все. Перейдем в Construction Script. Нам понадобится внести здесь несколько изменений, если мы хотим назначать каждому экземпляру этого блупринта на сцене свои инстансы и форму. Нам понадобится нод Set Static Mesh. Мэш нашего блупринта подключаем в Target, а в New Mesh подключаете переменную нужного типа, а именно Static Mesh. Переменная должна быть публичной и редактируемой в инстансах. Для этого убедитесь, что иконка глаза открыта напротив вашей переменной. Для примера установим в эту переменную тот же самый куб. Я покажу наглядно. Когда мы вытащим блупринт на сцену, вы сможете в этом конкретном экземпляре блупринта назначить любую мэш по вашему выбору. То же самое касается инстансов материала, но о них мы поговорим далее. Вам потребуется нод Create Dynamic Material Instance и переменная с типом Material Instance. Она также должна быть открытой, как и переменная нашей мэша. Для примера можем установить здесь какой-нибудь инстанс, пусть будет первый. От нода динамического материала вытаскиваем следующие ноды, чтобы получилась такая вот конструкция. В ноде Make Post Process Settings необходимо отметить галочку, с какой настройкой хотим взаимодействовать. Это материал постпроцесс компонента. Далее из нашего компонента постпроцесса берем нод Set Settings и подключаем измененные настройки. Далее прямо на сцене мы сможем менять мэш объекта и его инстансы материала. А кроме того, вручную подгонять под форму объекта его бокс коллизии. Для этого открываем список компонентов блупринта, выделяем нужные и масштабируем их так, как захотите. Здесь я накосячила с размером. Размер мэша всегда должен быть равен единице, чтобы не нарушались пропорции других мэшей. Масштабировать объекты лучше сразу на сцене. В итоге, подсветка работает, когда мы подойдем к объекту и пропадает, когда повзаимодействуем с ним, либо без взаимодействия отойдем из области действия бокс коллизии. Если же вам нужно постоянное свечение, отключите или удалите логику на создание динамического инстанса материала и установите в постпроцессе тот материал, который вам нужен. Сделайте постпроцесс снова активным и установите Render Custom Depth в мэше. Можете экспериментировать с этим как угодно, добиваясь того результата, который вам нужен. Теперь у вас есть подсветка на все случаи жизни и для любых целей. Спасибо за просмотр и удачи в ваших проектах!